Я не первый раз у Евгения Викторовича Аса на разогреве. Мне это приятно. Не могу не сказать о чем. Когда побили студентов, вышел миллион на улицы. Потом, вы помните, первого человека убили. Жутко было. Все переживали, как страшную трагедию. Потом была небесная сотня. Тоже очень резонансно. А сейчас вот счет пошел на тысячи. И как-то притупилась эта острота. И как так и надо. В общем, давайте помолчим минутку. Спасибо. Говорить сегодня будем про Днепро. Называется наше сообщение «Днепро на Шерсе». Как-то у нас был здесь Энрико Пинелос, известный, знаменитый мэр Боготы, который сказал о том, что если у вас через город протекает река, то это неоценимое богатство. Ничем не сравнимое. Конечно, это, опять же, притупленное такое знание о том, что вода. Что такое вода? Что такое Днепро для нас? Это в первую очередь питьевая вода, без которой человек не живет нескольких дней. Ну и еда, конечно. Без еды можно больше дней прожить. Сейчас это историческая составляющая, вот эта нужда в Днепре по этому поводу, она как-то все меньше и меньше звучит. Это природа во всех ее проявлениях. У нас немногие знают, есть масса уникальных представителей животного мира. У нас прекрасная вообще природа вдоль Днепра. И забегая наперед, вот что такое Днепр, это тоже, если даже пространственно оценивать, это сама вода, водная поверхность. Это острова, которые у нас 33, по-моему, их. И это прибрежные зоны. Дальше. И о том, что это, когда у меня был случай один, приезжал один из наших многих друзей Франсуа де Мариньяк из Швейцарии, смотрит на генплан, спрашивает, где у вас центр города. Я ему показываю вот эту зону, которая считается ядром городского центра, где там историческое ядро. А он спрашивает, почему не тут? То есть для чужого глаза такого, не примельканного, это вопрос сразу бросается в глаза, что Днепр же в наше все, Настя. Конечно, это транспорт в исторические времена, в течение долгих лет, тысячелетий, это транспорт. Еще в начале 60-х вы видите, каким спросом пользовался Днепр, как транспортная артерия. Это развлечение, отдых и спорт. Ну и Дмитро Малаков, известный в Киеве историк, он напоминает нам о том, что мылувание, краевые домы, это историческое тоже киевское качество. Набережная. Вот правобережная набережная, ей стоит чуть больше внимания. Через нее мы сейчас зайдем в современное, и мы увидим, что происходит у нас, и что происходит на других территориях. Вот ключевой момент, может быть, можно считать появление автомобилизации, появление вдоль Днепра дороги. Здесь вы видите, это 50-е прошлого века, и две полосы всего, но уже, уже есть эта дорога, которая в перспективе станет страшным таким, поводом для разрезания, и вот разрезания самого контакта человека киевлянина с водой. В этом смысле Киев не уникален. Дальше вы увидите, что этим путем прошли многие города в мире, потому что очень удобно иметь транспорт без пересечений вдоль воды. И в конце концов, вот уже все мы знаем, что это 6-8 полосные движения сегодня, которые практически отрезало, вы видите, что при том, что существует набережная, вроде бы благоустроенная, на ней там много дорогого камня, труда, а попасть туда практически нельзя. Вот я не знаю, кто-то из вас представляет, как туда попасть из центра города, например, с Крещатиками, с Арсенами. Это большая задача. Вот они, 8 полос. Плюс к тому, активно застраивается и прибрежная часть, и сам Днепро. Может быть, сегодня лучше в этом смысле выглядит сама вода, поскольку те сооружения, которые считались плавучими, давали, приносили кому-то деньги, они впоследствии очень быстро стали иметь свои фундаменты, и кромка уже визуально даже начала водно исчезать. Чуть дальше от воды, но тоже непосредственно в близости к Днепру, это тоже часть Днепра, возникло вот такое. Вот оно еще тут строится, но когда оно вот закончилось, вы сейчас, мы вам не покажем эту картинку, но вы все ее знаете. Она стала еще хуже, еще страшнее, потому что она вот уже закончена, демонстрирует вам такую пошлость. Ну и вот, давайте посмотрим, как это было в других примерах. Начинаем с Копенгагена, потому что, наверное, это знаковый город в смысле такого дружественного отношения к природе, или, будем говорить, правильных взаимосвязей сейчас, в наше время, между природой и человеком. Вот тоже куча машин было, в 60-е, а сейчас, а сейчас вот так. Активность на воде. То есть, в первую очередь, насыщаются процессы. Люди сосредоточены на том, что все-таки пустота здесь, и пустота, которая, в общем, людей просит и хочет, и даже то, что на воду вылезло, оно тоже дружественно, как-то не агрессивно. Чуть скромнее пример, чем у нас, вот прошлое, недавнее в Париже, на Сене. Здесь двухполосное движение, но тоже оно не нужно оказалось, и пришли французы к тому, что надо как-то людям отдать это. Более радикальный пример, в Рио-де-Жанейро взорвали огромную эстакаду, в которую уложены миллиарды, не поскупились отдать эти деньги, потому что нужно это все, осознали актуальную необходимость. Вот может быть, ближе к нашей речке Лыбедь, я не знаю, Евгений Викторович может быть, не в курсе, и для тех, кто не знает, у нас есть такая речка, которая впадает в Днепро, где-то здесь рядом, впадала. Ее закатали в асфальт. Вот похожий был пример в Сеуле. На этом месте была речка, покрытая асфальтом, и вот такой вот эстакадой далеко. Вы видите, сколько там было полос. Раскопали все, устроили место общения людей с живой водой, настоящей, природной. Вот может быть, пример не такой радикальный и более свежий из Шанхая, где, вы видите, больше 10 полос, совсем недавно было. А дорогу все-таки оставили, но оставили всего, вот тут не больше двух полос в каждом направлении, и больше отдали людям для гуляния, для просто бытия. Осло. Никаких сооружений коммерческих здесь нет. Просто людям позволили усесться на амфитеатры, на виде вот такого благоустройства, террасированного в амфитеатр, на досточках люди сидят, и мы там хорошо. Барселона. Мощная очень реализация. Была промтерритория, очень похожа на то место, где мы сейчас находимся, но может быть, еще мощнее. Вот здесь 200 гектар, там намного больше. И тоже люди вложили деньги, все свои усилия, не в развязки, а вот в это. Если можно быстрее. Вот пример с Китаем, где просто был мусорник, потом сделали вот так. Очень важно, скромная картинка, на Днепр этот амстердамский канал не тянет, но бордюрчиков нет, здесь просто трава, никаких цветов, никаких ларьков, оценится камыш, и камня тоже не стали делать. Можно же было замостить камня, мы же любим, чтобы красиво было. Тут нету камыша, все и досточки. Очень похоже, а находится вообще на противоположной стороне Европы, может быть. Ну не противоположной, но далеко. Это Ювязка, или Финляндия. И даже асфальт есть на предыдущей картинке, но он для того, чтобы там люди на роликах и на великах ездили. Это морское побережье, но, на мой взгляд, очень тоже похоже и полезно для нас. Ничего нет. Валенсия испанская, совершенно пустота на берегу, метров, наверное, 150, просто пустоты, в которой ни одного сооружения, даже элемента благоустройства нет. Посмотрите, как похоже, это было уже ближайшее побережье морское к Амстердаму. Ну и проекты по Киеву. Тут хочется вам показать сразу два вида проектов. Вот на том фоне, что мы смотрели, можно было бы ожидать, что мы с вами растем, сознание как-то меняется. Это правда. Но вот это из недавней нашей жизни планы. И я не уверен, что они не будут, ну по крайней мере, не будет попыток их реализовать. реализовать. Вот такая вот, как называли авторы проекта, там беседе со мной, но не этого конкретно, таких проектов было много. Это Ницца у нас была, в таком, в лучшем аналоге Ницца. Она здесь будет, как во Франции. И полностью, то, что разрезано сейчас магистралью, на что у нас еще и шансы, по предыдущим примерам, как-то все-таки эту связь между городом и Днепром восстановить, в этом случае, я думаю, что лет на сто тогда уже невозможно. И вы помните, что вот в этой части, близко к почтовой площади, здесь стало все хуже, чем здесь показано. Там здание сейчас вышло в два раза, чем здесь показано. Но вот хуже всего будет, если будет вот так. Это на Рыбальском такое хотят. Дальше. Вот видите, формы поменялись, такие исторические элементы с фасада ушли. Вроде бы лучше, но стенка остается, и она такая же страшная, салюты ей не помогают. Вот другой проект тоже с салютами, надо же чем-то компенсировать, привлекательность какую-то создавать. Далее. Вот, чтобы не было все так печально в нашем рассказе, были хорошие, за последние несколько лет, были несколько очень важных и хороших проектов, мы хотим вам показать. первый, это был румынский проект, победители международного конкурса по киевской теме, тема называлась «Острова». И вот ребята предложили следующее. Значит, в контексте последнего нашего коннекшеновского фестиваля, который был в прошлом мае, где основным донесением для меня прозвучало неделание или, может быть, тихое делание, удовольствование малым, не навредить. В этом смысле румынская команда, она как раз и предлагала больше методику, где было, где предложение сводилось к исследованию, к растянутости во времени, к мультидисциплинарной команде, к бережному освоению. Может быть, поэтому они победили. Но нам обязательно нужно знать, что там, Настя. А вот посмотрите, суть предложения. В картинках ничего не поменялось. Ну, птички, шарик, а вот тут все так же. Суть идеи. Вот эта упрощенная схема взаимодействия правого берега, левого берега и то наши острова. Устроить такую коммуникацию. Ну, это образ. Здесь диаграмма про то же самое, про основные острова. Вот это острова. И она показывает, что вот эта растяжка от зеленого к желтому. Зеленый – это те острова, которые имеют статус памятника, на которых вообще ничего нельзя делать. Туда даже ходить нужно иногда и осторожно. Там заповедник. И только вот там, где это начинает желтеть, на тех территориях, вот на этих 33 островах в пределах Киева, там возможно что-то делать. И то не все. Здесь функции регламентированы. Я не буду сейчас ваше внимание занимать. Также было обращено внимание, что важно интегрировать, во-первых, создать или возсоздать водный транспорт уже в современном виде и интегрировать его в городскую систему метро. вот по образу так же все дико. Динозаврики здесь показывают наше вмешательство человеческое, там минимальное. Вот это за, это как образ, как метафора, вот такой древний мир или неприкасаемый, бережно охраняемый, он и есть цель проекта. Команда, опять же, из нашего фестиваля последнего этого года Нондо, это испанцы, у которых основное донесение вообще их бюро и в частности у нас на фестивале было про то, что ничего не делайте и ты же прекрасный бодивельный материал. Прекрасно, по-моему. Вторая команда, которая выиграла конкурс тоже международный несколько лет назад, это колумбийцы. Достаточно большой был конкурс, около 70 проектов со всего мира. Вот ребята вполне заслуженно выиграли. Что там? Значит, они создают, да, нужно было сделать крайку, так называемую, сейчас про нее два слова будет, и набережную. Здесь вы видите набережную. Суть заключалась в том, чтобы сделать шесть или семь мостов широких, зеленых, которыми бы правый берег, собственно, город мог бы коснуться, через который мог бы коснуться воды. Вот проблема на сегодня выглядит так в разрезе. Это наше Днепро, это набережная, она как раз вот этой связи мешает. Суть их предложения, создается такие мостики, локальные, не по всей длине, а широкими переходами, там, 100-200 метров. Под ними там может быть своя инфраструктура, но важно, что эта зелень вместе с людьми переползает прямо на воду. Вот такая разрезность в плане города и река вот такими мостиками наступает, как бы нежно, пальчиками в воду дальше. И вот на схеме старого центра тут слегка это просматривается, видно, как поперечные связи, которых нам так не хватает. Вот эти пальцы в зацеп с Днепром, мы и Днепро, чтобы вот связки были. Вот так делается через мосты. Ну и вполне художественно тут все показано и понятно. вот уже разрез. И элементы дружественных человеку, инфраструктуры и элементов обслуживания, может быть, культурные какие-то представительства, они могут находиться под этими, под самим покрытием зеленым. Очень люблю эту картинку. Вот мне кажется, принципиально важно, чтобы пальчики или ножки, чтобы мы это пощупали, чтобы мы ощутили. Самое главное знание нуждается через ощущение. И два слова от той же команды, это тоже входило в тему конкурса, который тоже ребята выполнили отлично, так называемая Крайка. Это пешеходно-велосипедный путь. На сегодня он практически полностью велосипедный и очень слабо представлен. От, скажем, Львовской площади, Кияны могут себя легко представить, вдоль излома рельефа, вдоль этих самых аллей, где далеки краевиды, это мылувание краевиды, чтобы можно было идти по верху непрерывно, аж, скажем, мы это там обозначали в том конкурсе, как одни из организаторов, до бабы с мечом, или в идеале до этого места, может быть, дальше. В ней, да, на секунду, верни, в ней, вы знаете, есть определенные разрывы в этой дорожке, вот как мы идем, например, через, дошли до Владимирской горки от Львовской площади, потом вынуждены нырять в подземный переход, для того, чтобы перейти к паркам Меськи, Хрещатый, Мариинский, вот потом там нас ждут опять некоторые разрывы, вы помните, за Мариинским парком, есть Грушевского 9, потом вот та красота, которую уже мы вспоминали, сегодня возникла там дом, он тоже колья забил склон, вот эти разрывы очень важно было восстановить дальше. И совсем понятный разрез, все это сводилось ни в коем случае не к строительству, потому что надо было всего лишь позволить пешеходам и велосипедистам перемещаться по этой очаровательному пути, на который нанизано как на Намысту, ценнейшая киевская территория, на мой взгляд, вот все, что я люблю в Киеве на 90% представлено как раз вот этой ниточкой этого Намыста вдоль этого пути. Так вот, нужно было сделать вот это, то есть проект не нуждается в особенно в деньгах, это нужно было реализовать вполне красиво с освещением, с уборкой, с зеленым каким-то реставрацией зелени вокруг, примыкающей за пару месяцев. Вот так это выглядит. И никаких ларьков здесь не надо, тем более капитабрик сооружения дальше. Вот в последнем воркшопе та территория, на которой мы с вами находимся вот в этом мае, здесь были интернациональные команды, и пару мыслей от них мы тоже сейчас покажем. темой была сама теличка, ее 200 гектар, это вот такая занетбана постиндустриальная территория, и в частности вот этот артзавод, как он сейчас пока называется, это 5 гектар, так вот тема, которая в Крайке у нас звучала несколько лет назад, вот этого пути, мы уже продлили ее до территории самой телички. Как выясняется, уже многие знают, кто, по крайней мере, в фейсбуке присутствует, что людей, которые передвигаются на колесах, или с помощью колес, их около 30%, дальше. Ну и первое, собственно, эти телички теперь, мы вот до нее добрались, я даже забегая вперед, скажу вам о намерении нашего бюро, что мы хотим сюда заехать в скором времени, переехать просто всей командой, для того, чтобы как-то ну, надо же на себе показывать. Так вот, про теличку два слова. В контексте всего, что выше было сказано, чем теличка специфична? Вот мы знаем, что основная набережная Киева или центр, он отрезан вот таким способом от Днепра. То есть, во-первых, есть перепад по высоте, и эта дорога с автомобилями, она на самом краю Днепра стоит, а у телички уникальное свойство, она вот как раз тут имеет достаточно, мы уже с вами по сторону Днепра от дороги. То есть, здесь можно к воде дойти, я оставлю призыв туда дойти к вам напоследок, поскольку там наша резиденция, называется Тихий ход, они два слова позже. Мы знаем, что в 100-метровой зоне Днепровской нельзя ничего строить в соответствии с нашим законодательством. Вот оно уже работает, вернее, оно есть, но плохо выполняется здесь, мы это декларируем вместе с вами. Также, вспоминая примеры, в основном сейчас чужие, по последним реализациям европейским и других мест, можно сделать более активным в пользовании Днепром. И множественные виды активности, которые сейчас на Днепре почти не представлены, они тоже здесь должны зазвучать. И для этого немного надо. То есть, это еще одно из последних донесений наших иностранных коллег, одно такое очень важное для меня знание после последнего фестиваля Connections, это что не нужно столько денег или вообще ресурсов нужно немного для того, чтобы делать поди и события для того, чтобы делать. Вот то, что мы, может быть, это основная мысль, что это переоцененное по последним десятилетиям знаний, ну не то, что донесения, ориентиры наши про деньги, про обогащение, про предпринимательство, а не в этом дело. Вот берем и живем прямо сегодня в самых важных, самых дорогих для нас качествах. Важно, вы знаете о том, что ботсад, он находится тоже непосредственно близко, вот он ботсад, вот мы сейчас находимся здесь, а ботанический сад совсем рядом, он тут вот сразу за дорогой. И может быть, мы думаем, одной из важнейших, первых реализаций, которой стоило бы заняться, и мы попробуем это сделать, это просто сюда пешком дойти, позволить или доехать на велосипеде, не вставая желательно с велосипеда. Это будет хорошо. И создать такой зеленый коридор, который ближе всего находится от зеленой зоны, которая, по сути, вот продлевает всю эту крайку до воды. может это зажить более активной жизнью, уже и острова в том числе. Ну, вот скажем, как бы можно, я мечтаю, я живу возле гостиницы Салют, я мечтаю о том, чтобы не на машине сюда приезжать, вот теперь на своем место на моей работе, сесть на велик, и желательно встать вот здесь уже, где мы с вами находимся. Вот здесь, я, к сожалению, занял, узурпировал с собой эту презентацию, но там работал на этой площадке, на тихом ходе, в основном не я, но, я думаю, девочки и мальчики там продемонстрировали, как они могут договариваться со всеми, от которых, со всеми людьми, от которых зависело вот то, что там сейчас есть. Ну, вот пример. Да, и название акции подсказало существующие две таблички, вот на таких мостиках смешных, тихий ход. Нам это показалось девизом. Бери меньше, делай больше. Не потребительство нам надо. Важнее для меня, вот, например, здесь архитектора не знаю, какое количество, но это касается, наверное, всех, что, по крайней мере, архитектор для меня сегодня лучше тот, кто избавляется от лишнего, чем тот, который строит в соответствии со своим призванием. Тише, меньше, это больше. Открытость, прозрачность и доступность очень важны для нас. Ну, и ответственность, конечно. В завершении двухминутный фильм мы вам покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok